Вице-губернатор Виктор Смирнов рассказал журналистам о внедрении в правительство региона системы электронного документа оборота и об открытом правительстве. Новый принцип документа оборота пока что работает в тестовом режиме. Нововведение не самое дорогое – 24 миллиона рублей. Но, как уверяют чиновники, нужные. Ежедневно в правительство поступает около 500 документов. В год это примерно 1 миллиард листов формата А4. Потому и было принято решение для оперативности перейти к электронной обработке. Другое дело – открытые правительства. Там человеческий фактор, личностное взаимодействие власти и граждан – самое важное. Это система принципов деятельности и взаимодействия коммуникации власти и граждан и гражданского общества. Вот с учетом того, что это система принципов и набор механизмов коммуникации, поэтому вот главное, вот суть, вот существо. Открытое правительство будет включать в себя экспертный совет и общественные советы. Никаких особых затрат инициатива не подразумевает. Деньги могут понадобиться только на создание новых интернет-порталов. Предварительное наше обсуждение этого вопроса с губернатором Ивановской области, оно свелось к следующему, что в условиях тех задач, которые сегодня область решает, тратить какие-то существенные средства, но сравнимое хотя бы даже с системой электронного документа оборота не стоит. Я думаю, что если затраты будут, они не превысят миллион рублей, то есть вот в рамках этого. К обсуждению принципов работы открытого правительства вице-губернатор приглашал и местных блогеров. Всех без исключения, через Твиттер. Но никто не пришел. Зачастую все эти обращения в Твиттере, я уже не помню, кому отвечал, они сводятся. Вице-губернатору пишут не для того, чтобы какой-то вопрос по существу рассмотреть, а для того, чтобы он получил ответ, он потом говорит, я переписываюсь с вице-губернатором. Я вам сразу скажу, в отличие от губернатора, я не фанат ни Твиттера, ни всего остального. Сами блогеры свое отсутствие списывали на рабочую занятость. Оттого и деятельностью общественно-политической якобы пришлось пожертвовать.